Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин и сегодня я хотел бы поговорить с вами на тему поправок в Конституции. Стоит ли игнорировать данное событие или стоит идти на голосование, а если стоит идти, то голосовать за или против. И прежде чем я начну, сразу поставь лайк, если видео не понравится, потом уберешь и поставишь дизлайк. Но сначала поставь лайк, ну а я начинаю. Ну что ж, тема серьезная и я по своей старой традиции закурю. Ну и давай с тобой поговорим относительно поправок в Конституцию. Стоит ли ходить или не стоит ходить? Давай сначала разберем этот вопрос. Водичка со льдом, потому что жарко. Стоит идти. Это моя субъективная позиция. Сейчас объясню, почему она такова. Смотри, ты можешь считать, что твой голос ничего не стоит, что ты просто потеряешь время. Но с другой стороны, отчасти, возможно, это из-за того, что тебе промыли мозги оппозиционеры, власть. То, что ничего ты не решишь, потому что ты один, ну вот ты такой один, а вас таких миллионы. Если вы все не придете, не будете голосовать против, потому что не верите в свой голос, придут те, которые хотят голосовать за. Ну и, естественно, голосование пройдет на ура относительно принятия поправок. Поэтому стоит идти голосовать за Конституцию, в плане голосовать по поправкам. И еще второй момент, почему стоит приходить. Ты гражданин своей страны. Ты, скорее всего, платишь налоги. А если ты не платишь налоги, то твои родители платят налоги. А эти налоги, они как бы формируют бюджет страны. И ты имеешь прямое отношение к этой стране. И поэтому ты просто обязан, чтобы, грубо говоря, отработать те деньги, которые ты заплатил, да, чтобы они не впустую были потрачены на налоги, на чиновников. Ты должен пойти и проголосовать, потому что у тебя есть право. Ты за него платишь, если уж так вот меркантильно рассматривать. Ну, а если ты в это не веришь, то у меня для тебя плохая новость. Ты живешь не в той стране, в которой тебе стоит жить. Тебе нужно тогда менять страну и жить там, где ты будешь голосовать. По-другому никак. Никаких компромиссов. Ну, а что касается голосования за или против, как ты уже понял, моя позиция это идти голосовать и голосовать против поправок. И сейчас я ее для тебя объясню. Смотри. Попробую уделить час своего времени, чтобы почитать все поправки. И, скорее всего, да, ты найдешь хорошие поправки, которые якобы нацелены на улучшение нашего общества. Но к этому мы вернемся чуть попозже. Я бы хотел остановить твое внимание на двух для меня фундаментальных поправок. И первое, это, естественно, обдуление сроков президента, которым на данный момент является Владимир Владимирович Путин. Ведь в чем суть? Данная поправка, она несет поправку, скажем так, минимальную, но фундаментальную. Ведь после поправок, если Конституцию новую принимают, то срок также остается 6 лет. И президент избирается также на два срока подряд максимум. Все. Но в чем фундаментальная разница? В том, что после принятия новой Конституции, президент, который был при старой Конституции, его сроки не считаются. И фактически это есть как раз обнуление. Почему я против? Да потому что каким бы Владимир Владимирович не был бы плохим или хорошим, эта поправка, она на корню отрезает возможность конкуренции. Возможность здоровой конкуренции. А без здоровой конкуренции, что в бизнесе, что в политике, не будет развития. Тем самым мы будем продолжать стагнировать, проконстинировать и превращаться в болото. А мне это не нравится. Мне интересно в жизни развитие. Я хочу, чтобы все вокруг меня развивалось. В том числе и моя страна, в которой я родился, в которой я живу и, возможно, в которой я умру. Это первое. Ну и вторая поправка, это то, что брак в нашей стране признается только между мужчиной и женщиной. Ну, в принципе, ничего плохого. Я сам в браке и я очень рад этому. Но, но, есть люди, есть люди, которым неприятен, точнее даже не то, чтобы неприятен, которые желают союза не с противоположным полом, а желают союз со своим полом. И это не значит, что у них какая-то ошибка в голове или они больны. Нет, это просто так получилось при рождении и это их осознанный выбор. А этой поправкой, этой поправкой, мы отрезаем возможность быть им полноценными членами общества. И да, ты мне можешь сказать, что да, они и без ЗАГСа могут жить спокойно вместе. Да, конечно, могут. Конечно, могут. Но, вот я, немного проецируя это на себя, задумываюсь, что, допустим, я бы жил в государстве, где бы мне запретили именно официально обозначиться браком со своей женой. Я бы послал на три советские буквы данное государство, потому что, ну а почему мне нельзя? Почему остальные можно, а мне нельзя? Да, вот тут то же самое. Ведь это не болезнь, это то же самое, что родиться белым или черным, родиться в богатой или в бедной семье. Мы этого не выбираем. Тут то же самое. Это просто такая настройка нашего головного мозга. Все. Все. Я не топлю за толерантность. Она в последние годы улетела на очень, как бы сказать без мата, абсурдные вершины. Но запрещать, ведь это, по сути, запрещение. Но это не дело. В главном законе страны, в Конституции. И вот обдумывая, идти голосовать или не голосовать, ты должен принять решение, мой дорогой зритель, что нужно идти голосовать, потому что это твое право. Ты должен в этом участвовать. Потому что если ты не будешь участвовать, ну точно ничего не поменяется. И второе, ты должен голосовать против. Потому что есть абсурдные изменения. И возвращаясь к вопросу, что ты можешь мне парировать и сказать, что вот первая Конституция была принята пьяным президентом. Не суверенна она, наша первая Конституция. Нужно ее поменять, чтобы сделать идеальнее, чтобы люди лучше жили. Ну давай, во-первых, отбросим нашего первого неидеального президента. Давайте всех вообще президентов наших отбросим. Просто возьмем закон. Был принят он в 1993 году. Вот мы жили-жили, не тужили. И сейчас вдруг решили поменять, чтобы нам лучше жилось. А тебе не кажется это странным? В плане именно такого подхода. Ведь чтобы лучше жилось гражданам, нужно просто грамотнее распределять бюджет. Нужно не допускать текучки наших мозгов на запад. Нужно создавать рабочие места здесь. Нужно финансировать, инвестировать в правильные вещи. В медицину нужно финансировать, в науку, в учебу, в образование. Вот сюда нужно инвестировать. Нужно создавать рабочие места в исследовательских институтах. Нужно поддерживать промышленность, которая будет производить те же самые, да фиг с ними, айфоны, хуавей и так далее. Чтобы у нас был рынок. И рынок труда тоже, чтобы у нас был. Вот так нужно заботиться об обществе, а не через изменение конституции. Это всего лишь ширма. Это просто слова. По факту нужно действовать. Нужно избавляться от коррупции. Нужно давать конкуренцию. Нужно инвестировать в средний и в малый бизнес. И поддерживать крупный бизнес. Да? Да. Нужно контролировать государственные компании. Поэтому вот сейчас, выслушав меня, сядь и подумай. Абстрагируйся от всего мира. Сядь и подумай. Забудь о всех пропагандистах. Что левых, что правых. Что со стороны правящей власти, что со стороны оппозиционной. Посиди и подумай. Как действительно стране жилось бы хорошо. С какими-то изменениями, которые написали. Которые до этого были. Изменения-то не колоссальные. Ты можешь почитать. Или если правящая часть страны будет действительно исправлять ошибки. И делать правильные шаги. Подумай. Я надеюсь, ты придешь к выводу, что нужно быть небезучастным. Что нужно участвовать в жизни страны. И принимать участие в голосовании. И голосовать против. Вот и все. Ну а на этом. На этом все. На этом все. Я надеюсь, ты понял, что я хотел тебе донести. И не собираешься быть овечкой в стаде. Которую дорогой пастух вкусным кормом ведет к обрыву. Не будь этой овечкой. Не будь нормальным. Будь рациональным. Ну а с вами был, если будет всегда Данила Рыжкин. Самый субъективный и бородачий на всем ютубе, во всем интернете. И главное. Помни. Я гений. А значит, ко мне следует прислушиваться. Всем спасибо. Всем дизлайк. Субтитры сделал DimaTorzok